Мы начинаем работу третьего, уже теперь традиционного, экспертного клуба по вопросам развития энергетики, который родился здесь, на Иннопроме. Я приглашаю занять места в президиуме министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Смирнова Николая Борисовича и соорганизатора экспертного клуба, представителя исполкового международного ассоциации «Большой Урал» Волкова Владимира Анатольевича, первого заместителя председателя исполнительного комитета «Большой Урал» Тюкова Валерия Викторовича, заместителя председателя Уральского отделения Российской Академии Наук, члена корреспондента Академии Наук Мушникова Николая Вархваловича, директор Института химии и твердого тела Уральского отделения Российской Академии Наук, члена корреспондента Академии Наук Кожевникова Виктора Леонидовича, заведующего кафедрой атомно-электрической станции и возобновляемой источникой энергии Уральского энергетического института УРФУ Щеклеина Сергея Евгеньевича. Уважаемые коллеги, первое слово предоставляется министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Смирнову Николаю Борисовичу. Начинаем. Уважаемые коллеги, друзья, я рад вас приветствовать от имени правительства Свердловской области на этом круглом столе на седании третьего экспертного клуба по вопросам развития энергетики. Можно считать, что это уже стало для нас традицией, когда в рамках инопрома ведущие специалисты всех организаций, работающих в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики, системы газоснабжения разных профессий обсуждают актуальные проблемы развития энергетики нашего региона и что с этим неразрывно связано энергетики всей Российской Федерации. Необходимо отметить работу экспертного клуба как важный шаг по формированию дееспособного экспертного сообщества в рамках открытого правительства, о чем так неоднократно говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Подобный формат работы позволяет не только заявить об интересе к указанной теме, к указанной проблеме, но и рассмотреть те разработки современные, которые имеются в различных организациях и обсудить их как положительные, так и проблемные стороны. Самое главное, что в рамках этого обсуждения устанавливается понятный диалог между органами государственной власти, представителями бизнес-среды и экспертного сообщества. За последние три года министерство, опираясь на созданное экспертное сообщество, на уже сформировавшийся коллектив экспертов, удалось проделать большую работу по разработке главного документа, определяющего развитие электроэнергетического комплекса Свердловской области. Это схему и программа развития электроэнергетики Свердловской области. Этот документ ежегодно обновляется и направляется на утверждение правительства Российской Федерации. И ежегодно получает высокую оценку как по качеству проработки, так и по наполняемости. Работа над документом продолжается постоянно и с учетом предшествующего опыта ведется подготовка уже новой редакции схемы и программы развития. Пользуясь возможностью, я бы хотел поблагодарить от имени правительства Свердловской области, от руководства министерства, всех тех специалистов, которые работали над этим документом, а также поблагодарить руководителей энергокомпаний и профильных организаций, которые делегировали своих ведущих специалистов в состав. Поощрение участников, работавших над этой схемой и программой, будет приурочено к дню энергетики, и все они получат соответствующее награждение от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение мероприятий и рекомендаций, предусмотренных схемой и программой развития электроэнергетики Свердловской области на период до 2018 года, позволит обеспечить надежное функционирование всех объектов энергетики в регионе, как в настоящее время, так и на перспективу. В то же время, в процессе работы выявлен и поставлен ряд проблем, стоящих перед энергетической сферой Свердловской области. Я уверен, что при непростых ситуациях, которые вкладываются в экономики как Российской Федерации, так и Свердловской области, эти проблемы будут не только обсуждены и найдены в выходе решений, но и они будут реализованы. Сегодня в рамках работы экспертного клуба состоится презентация и обсуждение очень интересного, я бы даже сказал, масштабного проекта «Ветроводородная деметиловая экономика» – национальный технологический проект. Реализация этого проекта затрагивает интересы всего Уральского федерального округа, поэтому мы пригласили к участию в экспертном клубе представителей и соседних регионов. Инициаторы проекта считают возможным разработку и принятие соответствующей федеральной целевой программы. Для этого важно оценить, что может дать реализация такой программы конкретному каждому региону. Я понимаю, что это и есть главная задача наших сегодняшних дискуссий. В то же время я бы хотел отметить, что останавливаясь на положительных моментах тех или иных предложений, необходимо и затрагивать недостатки, проблемы, которые необходимо решить, чтобы впоследствии это не было препятствием для реализации той или иной программы. Возвращаясь к проблемам нашего региона, я бы отметил следующее. Во-первых, при в целом избыточности электроэнергетики Свердловской области в основе обеспечения ее работы лежат привозные углеводородные ресурсы. Отсутствие разработанной собственной ресурсной базы, способной быть вовлеченной в энергообеспечение области в промышленном масштабе, является одной из слабых сторон энергетической безопасности Свердловской области. В прошлом году, также на Иннопроме, обсуждая проблемы энергобезопасности, мы видели диаграмму сложившейся структуры топливной базы электроэнергетики области. Она проста и уже достаточно известна. Доминирует газ Северо-Тюменской области, а также дальнепривозной Экибастузский уголь. Вопрос. Как вырваться из этого заколдованного круга? Второе. Я обратил внимание, собравшись на проблему энергоснабжения удаленных территорий Свердловской области. В настоящее время в области газопроводы и газораспределительные сети подведены к 325 населенным пунктам. В соответствии с нашими проработками, экономически целесообразно охватить централизованным газоснабжением 570 населенных пунктов. Остальные же населенные пункты сетевой газификации не подлежат. В то же время на территории Свердловской области насчитывается более 1900 населенных пунктов. Губернатор Свердловской области, правительство Свердловской области и Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осознают необходимость обеспечения всех населенных пунктов доступными и качественными энергоресурсами. Сможет ли деметиловый эфир стать технически возможной и экономически обоснованной альтернативой газификации населенных пунктов? Вот этот вопрос хотелось бы, чтобы был рассмотрен сегодня и предложен возможные варианты ответов. Мы понимаем, что обсуждаемая тема не даст 7-минутного результата и не сможет решить указанную проблему в краткосрочный период. Однако, необходимость разработки долгосрочных решений, связанных с развитием распределенной энергетики и использованием возобновляемых источников энергии, дает основания полагать, что данное направление требует уже предметного обсуждения с точки зрения проработанности в нем ряда вопросов. В-третьих, возвращаясь к уже обозначенной теме энергетической безопасности, можно отметить еще одно возможное направление использования деметилового эфира как резервного топлива для газовых котельных, в том числе и для крышных многоквартирных домов. Крышные котельные дают возможность повышения энергетического комфорта для потребителей. В то же время, существует проблема безопасного резервирования работы систем теплоснабжения таких многоквартирных домов в случае возможных перерывов в газоснабжении. Возможность применения деметилового эфира в данной сфере – это вопрос, который также требует обсуждения на данном экспертном клубе. В-четвертых, я бы хотел отметить обеспечение качественными и доступными энергоресурсами не только населения, но и крупных промышленных потребителей, в том числе и в разрезе финансового обеспечения. Это является одной из важнейших задач на пути развития всей экономики Свердловской области. Существующая проблема алюминиевого комплекса Свердловской области, наиболее яркий пример – это Богословский алюминиевый завод, иллюстерирует ситуацию, когда дорогая энергетика становится преградой на пути стратегического развития промышленности. В Советском Союзе проектировались и строились сверхмощные линии для передачи электроэнергии на дальние расстояния. Возможно ли и целесообразно ли сегодня передача дешевой электроэнергии с Ямала? Сможет ли передача большой мощности на Средний и Южный Урал дать новый импульс развития и сохранности промышленности и в целом экономике Урала, как крупного металлургического региона? Это еще один вопрос, который необходимо обсудить сегодня в рамках экспертного клуба. Теперь в заключение обращаясь ко всем участникам экспертного клуба, я желаю плодотворного обсуждения, интересных мыслей и, самое главное, продуктивных решений. Спасибо. Следующее слово представляется представителем исполкома Межрегиональной ассоциации «Большой Урал» Волков Владимир Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот уже третий день на Иннопроме идут дискуссии о том, где может проходить технологический прорыв промышленности Российской Федерации, как могут формироваться рынки для новой технологической волны. Об этом вчера говорили в соседнем помещении. На наш взгляд, тема, которая стоит в поездке дня сегодняшней дискуссии, в полной мере может претендовать на новую технологическую волну в промышленности Российской Федерации. Деметиловый эфир – это, в общем-то, не новый продукт уже для мировой промышленности, но мы здесь не так много отстали и вполне можем наверстать это отставание для того, чтобы появился у нашей сырьевой страны новый продукт, который имеет высокую добавленную стоимость, имеет целый ряд конкурентных преимуществ по сравнению с обычным традиционным топливом. И, на наш взгляд, здесь как раз очень большое широкое поле деятельности для науки и для производственников. Этот проект может дать серьезный толчок в развитии распределенной энергетики, возобновляемых источников энергии, что для России в целом и для Свердловской области очень актуально. Фактически, этот проект даст серьезный стимул для развития энергомашиностроения, для производства новых композиционных материалов и ряда оборудования, которые сегодня, ну, так сказать, в каких-то разработках существуют, но широко не производятся в промышленности Российской Федерации. Этот проект практически значительно улучшает экологию экономики. Использование углекислого газа, который сегодня выбрасывается на теплоэлектростанциях и является выбросами промышленных предприятий, он может быть утилизирован и для производства диметилового эфира. Вот мы впервые провели по этой теме круглый стол в декабре прошлого года. Вот за это время прошло очень много интересных встреч со специалистами, учеными, производственниками в самых разных отраслях, которые попадают как раз вот, собственно, в этот проект. Мы благодарны, хотел бы выразить благодарность полномочному представителю президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Министерству энергетики ЖКХ Свердловской области, Министерству промышленности Свердловской области. Мы за поддержку этого проекта вот на этой довольно самой, может быть, сложной стадии, когда, так сказать, ну, много еще не ясно, не всегда можно представить цифры, которые, может быть, безоговорочно, значит, обеспечивают какие-то приоритеты для этого проекта. Но этот путь надо все равно пройти. И надо отметить, что нас поддерживает и Государственная Дума. Мы получили уже неоднократно эту поддержку в форме, там, писем и телеграмм от Комитета по энергетике Государственной Думы, Комитета по оригинальной политике делам Севера и Дальнего Востока Государственной Думы. И нам представляется, что вопросов, конечно, очень много. И, безусловно, есть вопросы, на которые, ну, наверное, может быть, даже сегодня не ответить. Но эта тема, она перспективная и очень важная для экономики и Свердловской области, и России. У нас подготовлен доклад, с ним сейчас выступит Тюков Валерий Викторович. И там более подробно, уже с учетом вот прошедшего полгода, сделаны, так сказать, акценты. То, что нам удалось узнать, какие вопросы и наиболее интересные, так сказать, там выявились. Я думаю, что и вам он будет тоже интересен. Спасибо. Мне почти ничего не осталось добавить, но я попробую. Уважаемые участники экспертного клуба, Сегодня мы по рекомендации полупрестства по Уральскому федеральному округу проводим презентацию и экспертное обсуждение проекта «Ветроводородная демитивовая экономика. Национальный технологический проект», которым мы занимались вместе с членами рабочей группы с декабря прошлого года. Предлагаемый национальный проект напрямую затрагивает главную отрасль нашей страны, топливно-энергетический комплекс, для которого мы считаем, чтобы сохранить свою ведущую роль в экономике, необходимо в первую очередь перейти на инновационный путь развития и решать те накопившиеся проблемы, которые существуют. Это растущая технологическая зависимость от зарубежных технологий и оборудования, низкий уровень переработки сырья, высокие потери на всех стадиях и слабое территориальное покрытие в плане доступа к энергоисточникам. У топливно-энергетического комплекса такие ресурсы для рывка имеются. Вообще, ведущую роль топливно-энергетического комплекса в экономике страны отражают, на мой взгляд, наиболее ярко два обстоятельства. Первое – то, что себестоимость электроэнергии, вырабатываемой в стране, она, по сути, определяет и уровень жизни, и уровень затрат в большинстве отраслей, ну а, соответственно, и качество жизни, и конкурентоспособность экономики и страны в целом. Во-вторых, как вы знаете, именно доминирующий тип энергоносителя экономисты используют для того, чтобы выделять экономические уклады. Сейчас доминирует уклад, основанный на использовании нефти и нефтепродуктов, и, соответственно, двигателей внутреннего сгорания. До этого была угольная экономика и паровые двигатели. Сегодня мы считаем, что возникли уже технологические и экономические предпосылки для того, чтобы перейти к следующему экономическому укладу, который будет существовать со старым, но одновременно будет решать накопившиеся проблемы и создавать новые возможности и перспективы для экономики. По нашему глубокому убеждению, следующий экономический уклад будет основан на массовом производстве универсального синтетического топлива, на активном развитии за счет экономики нового продукта, возобновляемых источников энергии и увеличении, соответственно, их доли в энергетическом балансе, а также на бурном росте сегментов распределенной и автономной энергетики нового типа с использованием вышеперечисленных энергетических источников. И этим новым базовым синтетическим топливом 21 века имеет все основания стать диметиловый эфир. Простейший, наряду с метанолом, продукт переработки метана, обладающий уникальным набором технологических и потребительских качеств. Идеи, как вы видите на слайдах, уже имеют определенную историю. Давайте рассмотрим эти свойства, ограничения, которые снимает новое топливо и новые возможности, которые оно предоставляет. Так, а как это остановить? Куда у меня пошел? Диметиловый эфир – это действительно хорошо известный миру продукт, это экзотика, которая производится по промышленной технологии путем дегидратации метанола, получаемого в свою очередь в основном паровой конверсии метана. В России диметиловый эфир используется в не очень больших количествах в качестве рабочего вещества для аэрозолей, пропеллента, растворителя и экстрагента, и также хладоагента в морозильных установках взамен фреона, благодаря своей безопасности, химической инертности, быстрой испаряемости при разливе и разложении в атмосфере без разрушения озонового слоя. За рубежом, помимо этих применений, диметиловый эфир в большом объеме используется как топливо для различных целей и является биржевым энергетическим продуктом. Несколько примеров приведено на слайде. Как вы видите, пример Швеции и Дании – это общественный транспорт. Китай очень большое внимание придает этой программе, и у него построено несколько заводов по производству диметилового эфира из бурых углей, и в ближайшие пять лет он планирует производить по 5-10 миллионов тонн ежегодно диметилового эфира. Япония и Корея рассматривают диметиловый эфир как перспективную замену сжиженному природному газу на электростанциях. Во многих странах ведется разработка новых технологий по получению жидкого топлива из газа и так далее. Почему в мире возник такой явный интерес к диметиловому эфиру, с чем это связано? Потому что создание масштабного производства синтетического топлива снижает озабоченность правительства и бизнеса стран грядущим истощением запасов нефти и ростом цен на топливо. Более того, создает перспективу в будущем организации замкнутого топливного цикла. Во-вторых, это повышает энергобезопасность потребителей энергоресурсов, поскольку диметиловый эфир может производиться напрямую через стадию синтеза газа из любого углеродсодержащего сырья ископаемого или биологического характера. Природный попутный газ, биогаз, уголь, торг, древесина, биомасса, все что угодно, в том числе из местных энергетических ресурсов. Ну и, наконец, потому, что диметиловый эфир уже на сегодня в странах, о которых мы сейчас будем говорить, там, где он производится в больших объемах, он дешевле и экологичнее традиционного топлива. Что это может дать нашей стране, являющейся обладателем огромных запасов углеводородных ресурсов? Ну, в первую очередь, то, что это для нас не только подстраховка на будущее, но и, так же так, избавление от нашего сырьевого проклятия. Это возможность, уникальная возможность использования наших запасов углеводородов не для поставки просто сырья на мировой рынок, а поставки уже высокотехнологичного продукта переработки природного газа. Для Свердловской области тоже открываются широкие перспективы, поскольку у нас есть возможность организации небольших модульных производств диметилового эфира, вовлекающих в энергетический оборот местные запасы, местные месторождения природного газа, это бухаровское месторождение низкоэнергетического угля и торфа, запасы которого превышают 3,3 миллиарда тонн, что может обеспечить области топливную независимость и неформальный статус нефтяной провинции, о котором мечтают все субъекты федерации. Отдельным мегапроектом в нашей программе рассматривается возможность организации на Ямале крупнотоннажного 5-10 миллионов тонн ежегодно производства диметилового эфира с использованием имеющихся запасов газа и огромного ветропотенциала северного побережья, превышающего, по оценкам экспертов, 250 гигаватт. Используя незагруженные мощности газопроводов, можно диметиловый эфир поставлять на экспорт и в азиатские страны, и, соответственно, электроэнергию по мере развития ветроэнергетики поставлять и в промышленно развитые регионы, расположенные рядом. Но перспективам ветроэнергетики у нас будет посвящен сегодня отдельный доклад, поэтому я не буду останавливаться. Что представляет собой диметиловый эфир в качестве топлива будущего? Вообще это бесцветный газ с характерным запахом, химический инертин, нетоксичен, сжижается при температуре минус 25 градусов Цельсия или небольшом давлении 5-8 атмосфер при температуре 20-38 градусов Цельсия. По физическим свойствам близок к пропан-бутановым смесям, а значит, для его хранения, транспортировки и применения можно использовать существующую инфраструктуру и технологии. Главным же его достоинством является то, что диметиловый эфир без дополнительной обработки является великолепным дизельным топливом с хорошими эксплуатационными экологическими характеристиками. Цитановое число на уровне премиум-класса дизельного топлива, легкий пуск двигателя в мороз, пониженное осаже образования, практическое отсутствие в выхлопе серы и соединения азота. Все это делает диметиловый эфир кандидатом спасителей мегаполисов от экологической катастрофы при его широком использовании в качестве топлива для общественного, муниципального и грузового транспорта. Екатеринбург мог бы добавить к своей визитной карточке на чемпионате мира 2018 и международной выставке Экспо-2020 звание экологической столицы Урала, организовав перевод своего транспорта на диметиловый эфир. Такой диалог с представителями городского хозяйства мы уже начали. Понятно, что необходимы политическое решение и системный подход с учетом подготовки инфраструктуры. Но нельзя рассматривать диметиловый эфир только как транспортное топливо, хотя во всем мире доля его в продуктах нефтепереработки растет. Это и перспективное топливо для энергетики. В нашей стране более 60% нефтепродуктов используется в энергетике, нефтехимии и промышленных секторах. На долю транспортного достается от 40 до 25%. Соответственно, основной объем замещения диметиловым эфиром традиционного топлива состоит как раз в этих отраслях. Объемы замещения надо обсуждать со специалистами-энергетиками. По транспорту это легче. Понятно, что из цифр, которые там есть, что на Екатеринбург где-то 200 тысяч дизельного топлива приходится. Следовательно, для того, чтобы заместить 50% в ближайшие 5 лет надо до 100 тысяч производства диметилового эфира. А в целом по Уральскому федеральному округу 1,7 миллиона. Вообще для этого достаточно запасов и дебита одного бухаровского месторождения газа и одного завода в Нижнем Тагиле, где для него и есть вся необходимая производственная площадка. Что мы понимаем под малой энергетикой в связке с диметиловым эфиром и как это соотносится с новым экономическим укладом? То есть мы считаем, что для скачка в развитии производительных сил и вовлечении в активный экономический оборот природных и человеческих ресурсов обширных российских территорий необходимо на уровне государственной политики обеспечить энергокомфорт на бытовом и промышленном уровне в любых удаленных населенных пунктах. Для этого необходимо разработать линейку автономных эффективных энергетических установок, а во-вторых, принять соответствующую нормативную базу на федеральном уровне, которая бы стимулировала применение, прием излишка выработанной электроэнергии в сеть, вопросы ценообразования и льгот. Было бы интересно услышать на эту тему предложения обл. коммунэнерго и газовых сетей, которые могли бы выступить заказчиком таких установок и их эксплуатирующей организации. Поставленные задачи требуют создания новых современных сегментов энергомашиностроения и химического машиностроения, которые могут серьезно усилить позиции уральских регионов. Интерес к этому уже проявили такие крупные предприятия, как Уралхимаш, Эльмаш. Необходимо добавить, что Урал может также быть пионером в разработке новых супер технологий получения деметилового эфира. Сегодня будет об этом отдельный доклад. Мы считаем, что они могут в минимум в два раза удешевить его производство. Несколько слов по экономике. Для начала обратимся к китайскому объемному рынку, посмотрим цены там. Для Китая цена деметилового эфира составляет примерно 600 долларов за тонну против 1240-60 традиционного дизельного топлива, то есть в два раза. Но следует учесть, что теплотворная способность деметилового эфира на 40% ниже дизельного топлива. Но даже с учетом этого сегодня один километр пробега китайскому потребителю обходится в полтора раза дешевле на деметиловом эфире, чем на дизельном топливе. Примеров производства крупнотоннажного в нашей стране у нас нет. Есть оценки экспертов, которые говорят, что если брать газ на входной ценностью 45 за тысячу кубов и полтора миллиона производить наше установки, то конечная выходная стоимость деметилового эфира может составить 160-180 долларов за тонну. Учитывая, что себестоимость Газпрома еще меньше, она меньше 40 долларов за тысячу кубов, можно считать, что при крупнотоннажном производстве при стоимости сырья от разработчика, то есть Газпром может производить продукт вот такой себестоимостью 150-200 долларов за тонну. Продавая по рыночной цене дизельного топлива или, так сказать, на мировой рынок, может получать рентабельность больше 200 процентов, сравнивая с рентабельностью продажи просто природного газа. Кстати говоря, это тенденция общемировая, когда нефтегазохимические компании, добывающие 10-20 процентов своей выручки, получают именно за счет продуктов нефтегазопереработки. Это ExxonMobil, British Petroleum, Total. Поэтому мы считаем, что это действительно перспективный экономический продукт, высокомаржинальный, с реальными рыночными перспективами, который позволяет использовать для своего производства более дорогую на начальном этапе энергию возобновляемых источников, а также использовать и более сложные в технологическом плане виды сырья, торф, уголь, биомассу. Как вы, наверное, заметили, у нас два уровня задач была поставлена, это принципиально. То есть мы считаем, что в современной экономике выигрывает массовый продукт, поэтому для организации внедрения в экономике страны необходим подход на уровне федерации. Для этого, собственно, необходимо масштабировать и установки сами, и конструкции, и инфраструктуру. Кроме того, за федерацией закреплены вопросы нормативного регулирования топлив новых, сетевые подключения, тарифная политика, стратегии. И мы считаем, что необходимо разработка и принятие специальной государственной программы «Ветроводородная деметиловая экономика», цели и задач программы, представленные на слайдах. Ну и в то же время на уровне регионов можно и нужно начинать развивать конкретные подпроекты, которые тоже представлены в список на слайде. Для достижения этих целей в 2013 году был создан консорциум предприятий и организаций с участием Уральского отделения Академии науки, органов госвласти, участники и интересанты, показанные на слайде. Главными задачами консорциума на 2013-2014 год мы определили разработка проекта концепции программы и объединение необходимых участников конкретных проектов и реализация этих проектов в интересах регионов. На последних слайдах указан проект дорожной карты для Свердловской области. В заключение я бы хотел поблагодарить Потапова Алексея Леча за инициацию этой работы, все предприятия, организации, органы госвласти, которые оказывали нам поддержку, пригласить всех присутствующих принять участие в этой работе, найти свой интерес, ну и выразить уверенность, что совместными усилиями мы сделаем Урал опорным краем новой демитивовой экономики. Спасибо. Коллеги, мы начинаем немножко вываливаться из регламента. Есть ли вопросы только на понимание, которые нельзя не задать? Нет, спасибо. Слово представляется Мушнику Николаю Ивановичу, заместителю председателя Уральского отделения Российской Академии наук, член-корреспондента Российской Академии наук. Уральское отделение Российской Академии наук расположено в девяти регионах, и это такой крупный комплекс, который располагается на территории от Архангельска и до Оренбурга. Сейчас у нас в состав входит 40 научных организаций и более 6,5 тысяч сотрудников, и Уральское отделение проводит фундаментальные исследования в самых различных направлениях, включая физику, химию, механику, гуманитарные науки, науки о Земле и так далее. Собственно, что я хотел сегодня сказать, здесь аудитория, которая собралась, это какой вклад могут уральские ученые внести в проект ветроводородной деметиловой экономики, и, собственно, может быть не только в этот проект, а и другие энергетические проекты, которые развиваются у нас на Урале инициируются и в других местах. Значит, первый раздел, он касается новых материал и технологий для ветрогенераторов и транспортных систем. Вот здесь на картиночке показано, что ежегодно рост ветряной энергетики составляет более 36% в год, и сейчас просто уже нельзя не обращать внимания на вот этот рост и, соответственно, не участвовать в этом процессе. Но, кроме того, есть, конечно, системы трубопроводов, есть машины, которые должны работать в специальных условиях. Все это требует новых материалов. Что может предложить Уральское отделение Российской академии наук? Вот Институт физики металлов очень активно совместно с НИИ «Прометей» работает над созданием разного типа стали и специального назначения, но в частности вот разработаны судостроительные стали, в которых нано-выделение структуры позволяет повысить прочность в два раза. Специальные стали для ледоколов разрабатываются, блокированные стали двухслойные, которые обладают повышенной прочностью и могут использоваться в ледоколах большой мощности. Вот на нижней картинке показаны новые стали, которые могут использоваться в северном исполнении, они не охрупчиваются вплоть до самых низких температур, хотя состав их близок к традиционным составам. Что касается трубных сталей, то здесь тоже есть значительный прогресс. Значит, вот если в обычных трубных сталях, которые сейчас традиционно используются, у нас уровень прочности 400 мегапаскалей, то вот в специальных сталях, которые разработаны для севера, этот уровень, предел прочности значительно выше. Ну и кроме того, вот важным показателем является ударная вязкость при низких температурах. Вот этот параметр, он значительно выше вот в этих новых сталях. Еще одно их преимущество, то что эти стали легко свариваются. Здесь на правой картинке показаны, собственно, те параметры, которые характеризуют трещиностойкость, склонность к образованию холодных трещин при сварке. И вот видно, что те стали, которые новые предлагаемые, они обладают значительно лучшей трещиностойкостью при низких температурах. Легкие сплавы, основанные на алюминии, тоже здесь есть очень серьезные разработки. В основном они разработки по заказу авиационных компаний. И здесь уже варьированием и состава, и режима обработки удается в одном цикле получать сразу же изделия сложной формы, но с повышенными механическими характеристиками. Очень интересным направлением является создание слоистых композитов. Это, например, если мы сложим композиты, даже вот такие простые материалы, как, например, медь и сталь, соединим их сваркой-взрывом, что у нас вот умеют делать на Уралхимаше и Волгограде. Ну и потом дополнительно прокатаем, то получится материал, который по прочностным свойствам выше, чем сталь, ну не говоря уже о меди, ну со своими преимуществами, с проводимостью, как у меди. Но если мы, например, сложим титан и интерметалит, алюминид титана, то получится вообще уникальный материал. Алюминид титана, он очень прочный, но хрупкий, а титан дает пластичность такому материалу, и в результате получаются композиты, которые очень легкие и чрезвычайно прочные. Ну вот альтернатива сварке взрывом – это методика диффузионного спекания, когда, собственно, берется слои только титана и алюминия, и при поднагрузке, при спекании образуются уже интерметалитные фазы, которые очень-очень сильно упрочняют этот композит. Это совсем свежие разработки, которые сейчас можно просто брать и внедрять в промышленность. Что касается обработок, которые приводят к упрочнению материалов, очень много вариантов, это включая и алмазоподобное покрытие, которое увеличит износостойкость. И вот то, что я хотел только показать, это установки ионного облучения, ионные имплантации, которые разрабатываются в Институте электрофизики. Преимущество их в том, что это очень экономичные установки, и они используют ленточные излучатели, которые позволяют сразу же облучать высокоэнергетическими ионами большие площади и получать готовые изделия. Вот такого типа установки внедрены уже на Уральском заводе гражданской авиации, ну и работают там по упрочнению свойств турбинных лопаток. Институты химического профиля разрабатывают новые полимерные материалы, но в частности то, что я хотел показать, это Институт технической химии УРУРАН, расположенный в Перми, разработал специальные морозостойкие полиуретаны, которые остекловываются только при температуре минус 90 градусов Цельсия. До температуры минус 60 они сохраняют полностью свои упругие свойства, то есть деформация при разрыве составляет более 300%. Вот такие материалы могут быть использованы как компенсаторы разного рода, скажем, в трубопроводах, ну и в принципе в любых других устройствах, которые эксплуатируются в районах Крайнего Севера. Если говорить о вот ветрогенераторах, то, конечно, там основные материалы — это композиты, и здесь есть тоже, что предложить ученым Уральского отделения. Вот в Институте химии Коми-научного центра разработаны самые разные наполнители на основе углерода, на основе титана, то есть слоистые структуры, волокнистые структуры, значит, нанотрубки и так далее, добавление которых в пластификаторы позволяет очень резко увеличить прочностные свойства соответствующей конструкции. Ну, то есть специальные патенты, это все защищено патентами, и можно просто брать и использовать. Один из дешевых вариантов, который предложен в Институте химии Коми-научного центра, это создание вот таких гибридных алюмооксидных нановолокон с помощью химической технологии. Вот вы здесь на картинке видите, как из такого химического материала, который сплошной, в течение нескольких секунд вырастает такая вот вата гибридных волокон, которая после отжига превращается в нановолокно, которое можно использовать для упрочинения вот таких композитных материалов. Если перейти к функциональным материалам, то следует отметить, что вот все, что связано с генераторами и электродвигателями, здесь очень большое преимущество имеют электродвигатели и генераторы на постоянных магнитах по сравнению со синхронными машинами. Ну, вот на этой картиночке показано, что в зависимости от скорости ветра, при любой скорости ветра генератор или электродвигатель на постоянных магнитах оказывается значительно более выгоден. У него эффективность гораздо выше, чем у асинхронного двигателя, который при достаточно низких скоростях ветра вообще перестает работать. Это все приводит к тому, что потребление магнитов типа неодим-железобор в таких устройствах ветроэнергетики, в ветрогенераторах неуклонно растет. Вот здесь растет оно еще и потому, что вот на вставочке здесь показано, что суммарные потери в генераторах на постоянных магнитах оказываются в 1,7 раза меньше, чем в асинхронных двигателях. И вот здесь синие столбики показывают количество установок на постоянных магнитах в ветрогенераторах, которые растут вот так вот из года в год в мире. А красные столбики — это запрос на производство постоянных магнитов. И вот видно, что к 2014 году ожидается потребление на уровне 9 тысяч тонн постоянных магнитов, при том, что в мире таких магнитов производится немногим более 100 тысяч тонн. Ну вот у уральского отделения совместно с Уральским федеральным университетом и предприятиями, уральский электромеханический производ. В частности, есть достижения в этой области. Мы вышли на уровень свойств постоянных магнитов, которые соответствуют лучшим мировым образцам. То есть есть готовые технологии, которые позволяют выпускать вот такие магниты. Причем есть два предприятия прямо в Екатеринбурге. Одно в Екатеринбурге, другое в Пышме, которое может выпускать такого типа магниты в объемах вплоть до десятка тонн в год. Но при необходимости это все может быть масштабировано. Если говорить как элемент водородной уже энергетики, если мы производим водород, то возникает проблема его хранения. И в мире она реализуется с помощью трех механизмов. Первый – это хранение в газовых баллонах. Сейчас используются баллоны высокого давления, углепластиковые, до давлений 700 атмосферы выше. Вторая технология – это ожижение водорода. И третье, то, что является самым безопасным – это хранение в металлогидридах. При этом водород внедряется в решетку интерметаллида. Плотность водорода в интерметаллиде или в металле оказывается выше, чем плотность жидкого водорода. И такое хранение совершенно безопасно, потому что это все при низких давлениях происходит, но при нагреве водород выходит. Выходит он, как показано на этой картинке, это фактически обратная диаграмма Вандервальца, с левой стороны нарисована. И равновесное давление выхода водорода зависит от температуры. И для разных материалов оно, конечно, разное. Но вот на правой картинке показан набор материалов, которые сейчас перспективны для использования в качестве накопителей водорода, которые позволяют в очень широких пределах регулировать температуру выхода водорода и давление, которое на выходе мы имеем. Значит, здесь из тех материалов, которые представлены, имеет смысл обратить на соединение типа лантан-никель-5 интерметаллиды. Но в частности у нас уже 15 лет как работает устройство, которое позволяет нам, скажем, из баллона с водородом закачать в маленький баллончик с интерметаллидом водород. И потом его по мере надобственности использовать при подогреве этого баллончика. И вот обратимо это все уже в течение многих лет работает. Мы это используем для научных исследований. Если говорить о высокотемпературных гидридах, которые наиболее эффективны с точки зрения веса, это вот магний. У магния есть проблема. Очень низкая кинетика поглощения водорода, но она может быть серьезно ускорена, если проводить механическую активацию водорода. И вот здесь на картиночке показано, что порошки магния, механо-активированные в течение нескольких десятков часов, поглощают до 7 весовых процентов водорода, то есть очень большое количество в течение буквально нескольких минут. Переходя к технологиям переработки природного газа, я хотел бы отметить разработки Института химии твердого тела, о которых Виктор Леонидович после меня будет говорить гораздо более подробно. Но вот эта установка, она буквально уникальна, она позволяет получать синтез газ с очень высокой производительностью и очень компактной. Эта установка основана на совершенно новых подходах использования ферритов в качестве ионных проводников. И такие установки, они могут быть как очень компактны и с производительностью порядка нескольких метров кубических газа, синтез газа, так и они могут быть масштабированы до больших объемов. Но об этом, я думаю, что следующий докладчик скажет более подробно. Что касается твердооксидных топливных элементов, то здесь тоже есть прогресс. Два института уральского отделения, это Институт высокотемпературной электрохимии, Институт электрофизики, они, можно сказать, что являются мировыми лидерами в области разработки твердооксидных топливных элементов. И если, скажем, Институт высокотемпературной электрохимии, на прошлой выставке Иннопром демонстрировал 100-ваттный электрохимический генератор, то есть сейчас уже собственными силами создан 200-ваттный электрохимический генератор, а по контракту с Уралтрансгазом разработан, уже фактически проходит испытание электрохимический генератор мощностью 1,5 кВт. Это действительно прорыв с точки зрения уже увеличения мощности. Такие установки автономные, они потребляют газ, выдают электроэнергию и могут использовать на каких-то автономных станциях, где есть газ, но нет электричества. Могут, например, использоваться для катодной защиты трубопровода. Переходя к экологическим аспектам, я хотел бы сказать, что поскольку проект во многом ориентирован на то, что и газ, и электричество будут генерировать на Ямале, то Ямал – это очень ранимая природная зона. У нас есть там специальная экологическая станция в городе Лабытнанге, близ Салихарда, которая проводит уже экологические исследования именно в этом районе. И, кроме того, Институт промышленной экологии давно и плодотворно работает с правительством Ямала по созданию ИИ, системы мониторинга отходов, мониторинга выбросов предприятий. Сейчас создаются фактически такие сложные схемы. Схемы управления системой окружающей среды Ямала-Нениско-автономного округа. Если проект будет реализоваться в тех местах, то я думаю, что привлечение Института промышленной экологии будет, наверное, целесообразно для того, чтобы минимизировать те экологические риски, которые могут при этом возникнуть. Кроме этого, есть институты, которые тоже целенаправленно работают на северную тематику. Но вот я хотел бы еще отметить опасность, связанную с техногенными сейсмическими событиями, которые возникают в областях, где происходит добыча природного газа, в частности. Образуется пустота и подвижки земли, они приводят к очень заметным явлениям. И вот у нас есть станции, которые мониторят сейсмическую активность и в районах Крайнего Севера, и в районах Оренбурга, где, собственно, вот эти подвижки особенно заметны. То есть их необходимо учитывать при строительстве крупных сооружений, а такие строительства, как я понимаю, в этом проекте обязательно предполагаются. Что касается социально-экономических аспектов, то тут нужно отметить работы Института экономики, которые проводят вот такие стратегические, собственно, исследования и создание подходов к формированию стратегий и транспортных систем, и размещения производительных сил, и разработки программ инновационного развития, самые разные, и размещения производительных сил. Я думаю, что разработки Института экономики тоже будут очень полезны при реализации этого проекта. Вот, собственно, я на этом хотел бы и закончить. Да, нет, еще один, пожалуйста, еще один кадрик. Это северные наши институты. У нас, собственно, есть в Коми-научном центре институт социально-экономических и экологических проблем Севера, тематика, которая напрямую пересекается с этой частью тематики, которая будет обсуждаться далее на круглых столах. И есть тоже серьезные разработки, в том числе и в области энергетики. Вот таким образом, я думаю, что те фундаментальные наработки, которые имеются в институтах Уральского отделения, могут внести серьезный вклад в реализацию такого масштабного проекта, на который мы, конечно, все надеемся и всесторонне его поддерживаем. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Франкович. Очень интересный доклад, но, к сожалению, для вопроса времени уже нет, мы и дальше еще перебираем. Спасибо. Да, конечно. Слово предоставляется Кожевнику Виктору Леонидовичу, но Виктор Леонидовичу вам не больше 10 минут, нас просто выгонит. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь немножко разъяснить ряд моментов, которые уже здесь звучали. Вот на этом слайде представлена структура мировых энергетических ресурсов, которые в масштабе всей Земли имеются. Это большие цифры, это миллиарды триллионов мегаджоулей. Но вы можете заметить, что большая часть энергии сосредоточена в имеющихся запасах газа и в ближайшее время, которые поступят в разработку. Это сланцевый газ, это газогидратный газ. И ввиду того, что только лишь впереди работы по термоядерному синтезу, они в средине века получат развитие к концу века, только возможно индустриальное производство энергии, весь 21 век практически будет полагаться на органическое ископаемое топливо и в первую очередь, конечно, природный газ. Природный газ, ну это сырье 21 века, энергетическое. По счастью, в России имеется, в общем, примерно треть мировых запасах природного газа сосредоточено в России. И, казалось бы, всё хорошо, но половина газа сосредоточена в низконапорных малодебетовых месторождениях. Плюс большие транспортные издержки, 10, а то и 20 процентов всей энергии, добавимой в России, расходуется на прокачку газа по системе магистральных трубопроводов. Колоссальное количество газа просто сжигается. Попутный нефтяной газ, это практически природный газ, он просто сжигается. 50 млрд кубов в год сжигаем. При том, что экспорт в Германию 40 млрд составляет. Вот такова ситуация, минусы этой ситуации. Использование природного газа, вкратце, здесь вы можете видеть, это в основном, конечно, то или иное сжигание. То или иное сжигание, это либо в электростанциях, либо двигатели внутреннего сгорания, либо коммунальное отопление, промышленное тепло, 90 процентов. И лишь только 10 процентов используется для получения химических продуктов. Ну, вот здесь вкратце основная реакция, которая для переработки использования газа, я попозже скажу. Ну, и вот то, что у нас, видите, внутреннее потребление. 450 млрд кубов сжигаем. 150 млрд так или иначе экспортируем и совсем немножко перерабатываем. Что можно, ну, вот терминология, что можно сделать. Тут уже звучали слова, всё-таки я, вот слайд, метан. Это простейшее химическое соединение на границе между живой и неживой природой. Такая вот молекула, углерод, 4 атома водорода. Если мы присоединим вместо одного водорода вот эту группу OH, кислород сюда вставим, надо откуда-то взять кислород, то получим метиловый спирт, метанол. Чуть-чуть усложним, вместо этого водорода поставим ещё одну молекулу метана, получится этот самый диметиловый эфир, замечательный, о котором уже мы так много говорим. Чем он хорош? А вот здесь эта картинка, которая мелькнула, но чуть-чуть поподробнее. А тем, что, первое, у него цитановое число такое же практически, как у дизеля, даже лучше. Лёгкий запуск дизеля, прекрасный дизель работает. Окислов азота выделяется в четверо меньше в дизеле. В общем, практически без переделок можно использовать. Метанол хорош, но для других целей. Яд. Сложно работать. Только лишь можно использовать его для других целей. Видите, у него низкое цитановое число. В общем, диметиловый эфир очень похож на метанол, но намного лучше. Движемся дальше. Получение диметилового эфира. В основе, конечно, лежит природный газ. Наш общий обогастрый природный газ, попутный нитяной газ. В общем, метан. Из природного газа или даже из твёрдого топлива, такого как уголь, торф, будем говорить для определённости о природном газе. Получает, так или иначе, путём реформинга, получает вот этот самый синтез газ, смесь монооксида углерода и водород. Вот основные реакции. Паровой реформинг, углекислотный реформинг. К сожалению, ничего лучшего не придумали, потому что молекула метана очень прочная, вот она в уголке там показана. Она либо не поддаётся никакому действию, либо всё взрывается, как в шахте. Ничего разумного придумать не удаётся уже за 100 лет усилий. И вот через синтез газа, получение синтез газа, вот такое СО плюс водород получают. Потом идёт синтез метанола. И уже из метанола можно получать либо диметиловый эфир. Из синтез газа можно получать синтез фишеротропша, бензин получать и так далее. А вот эта вот новая цепочка, минуя метанол и можно получать прямо диметиловый эфир, прямо из синтез газа. Это довольно новая технология, которая уже показана, что она неплохо работает. Но, как вы видите, в центре всей технологии сердцем является ключевое вот это звено производства синтез газа, имеющая столетнюю историю. Столетнюю историю. И в центре лежит вот этот самый паровой или углекислотный реформинг. Всё хорошо, всё хорошо. Казалось бы, всё сделано, но не всё. А вот посмотрите, вот эти реакции, они потребляют огромное количество тепла. Огромное количество тепла – это как любое производство, потребляющее много тепла, как большая печка. Оно может быть эффективным только когда огромная печка, домна, коксовая батарея. Вот тепловые машины. Это всё огромное. И оно потребляет при организации переработки природного газа, вот это производство, вот начальное звено потребляет львиную долю энергии и вообще всех капитальных затрат. 60-65% капитальных затрат, эксплуатационных затрат идёт на эту первую стадию переработки природного газа. Что можно сделать со всем этим? Да-да, и вот размеры этой машины. Вот реформер, промышленный реформер, блок парового реформинга. Это большой пятиэтажный дом, машина, её не поставишь к скважине, к любой. Её очень трудно делать, она очень дорогая, специальные стали требуются. В общем, всё сложно, всё сложно, всё дорого. И любой процесс, который упрощает вот это звено, он имеет колоссальные, колоссальные выгоды экономические, в первую очередь. Альтернативой является использование вот таких материалов, вот здесь они показаны, так называемые материалы со смешанным типом проводимости. Они не только электроны могут проводить электрический ток с помощью электронов, но и с помощью ионов кислорода. В зависимости от того, каков вклад электронов и ионов кислорода, имеется огромное поле применения таких материалов. Это и топливные элементы, это аккумуляторы кислорода, это очистители газов и многие-многие другие применения. Но из одной из таких вот эффективных применений использование вот таких материалов в качестве мембран. Мембраны позволяют выделить кислород из воздуха и использовать его на другой стороне, на стороне, например, метана, если мы используем, имеем в виду, переработку метана. При этом две стадии объединяются. Получение кислорода и использование кислорода. Чистый кислород не накапливается, он тут же используется в продукт реакции для окисления природного газа в тот самый синтез газ. При этом у нас ничего лишнего не потребляется, не сжигается лишнего топлива. Сходу на одном сжигании топлива 40-45% экономии. Это миллиарды и миллиарды в деньгах и в материальном исчислении. Плюс процесс идет с выделением тепла небольшим, он может быть компактным. Нет необходимости обустройства гигантских машин. То есть можно удаленные месторождения, локальные источники обслуживать и так далее. Мы довольно прошли большой путь в последние годы в этом направлении, в развитии этой технологии. Разработаны методы синтеза, различные подходы опробованы. И вот эти мембраны, которые в виде стенки были, вот видите, они в виде таких трубок пока что небольших. В лаборатории это небольшие трубочки размером с карандаш. Промышленная мембрана, это, конечно, большая. Требуются десятки, сотни квадратных метров таких мембран. Это все-таки побольше установки, чем лабораторные. Но лабораторные тоже уже в таком виде опробованы. И вот здесь в качестве примера, посмотрите, справа паровой реформер производительностью примерно 3 кубометра синтез газа в час. А слева вот такой мембранный реформер. Он немножко поменьше, примерно 1 кубометр синтез газа в час работает сопоставимо с тремя. Но размер это его 30 на 30 сантиметров, вес 10 килограмм. Здесь 1,5 на 1,5 метра, вес тонна. Вот разница в эффективности. Просто наглядно видна. Колоссальная разница в эффективности этих машин. Устойчивость. Устойчивость уже проверена в всех этих материалах в сумме. И мембранных материалов, и всей конструкции в целом. И вот примерно год все параметры очень хорошо держатся. Вот особенно вот это отношение водорода к СО в синтез газе практически постоянным стоит долгое время. Высокая эффективность процесса вот этого цифра, селективность видна. Ну и после небольших изменений аппарат можно использовать. Видите, мы подаем метан, воздух. Мы можем получить синтез газ определенного состава. Можем получить чистый азот. Небольшое усложнение машины, небольшая добавка. Может получить технический такой синтез газ с отношением водорода к СО2. Три к одному. Можно использовать для получения водорода. СО2 можно завернуть для получения того же самого диметилового эфира. Небольшое усложнение. Чуть-чуть. И мы можем получать особо чистый водород. Он тоже нужен во многих отраслях. То есть и особенности этой разработки – это простота корректировки состава синтез газа. Это получение особо чистого водорода, относительно простое и дешевое. Это получение технического азота. Еще ряд применений, которые я не буду даже упоминать. Разумеется, от лабораторной разработки, от демонстрации, от фундаментальных исследований требуется пройти определенный путь технологического развития, прежде чем мы дойдем до машин примерно такого масштаба. Здесь показаны габариты машины. Небольшая машина на тысячу кубометров примерно по оценке. Но для обслуживания, скажем, скважины с дебетом в 10 миллионов кубометров в год она вполне подойдет. Такая вот машина. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим развитие этих технологий в комплексе с предлагаемым проектом. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Сергей Евгеньевич Петлеев, заведующий кафедра атомной станции и водонавляемые источники энергии. Сергей Евгеньевич, просьба в 10 минут ложиться. Уважаемые коллеги, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что та проблема, которая сегодня обсуждается, она имеет очень много аспектов. И один из важнейших, на мой взгляд, с точки зрения энергии является то, во сколько обходятся все эти инновации с точки зрения энергии. Например, почему этиловый спирт, полученный из древесины, не идет в качестве моторного топлива наших комбинатов? Потому что производство стоит 100 мегаджоулей за литр, а один литр имеет теплотворную способность 20 мегаджоулей. Вот если с этих позиций все виды синтетических топлив оценивать, все виды новых биологических топлив, то тут есть некоторая грань, которая экономикой не отслеживается, но отслеживается по энергетическим критериям. Есть еще более жесткие энергетические критерии, это эксергетические критерии, способность энергии производить работу, то есть ценность энергии учитывающаяся. И вот если оценивать все инновации с позиции вот такой, жесткой энергетической, эксергетической, по таким критериям, то получаются не очень интересные и хорошие результаты, но которые заставляют думать и двигаться вперед по новым траекториям. Вот тот доклад, который мы сейчас послушали, мне очень интересен с той точки зрения, что вы знаете, что обычный крекинг нефти, он 10% от энергии нефти забирает, то есть 3 мегаджоуля уходит на 1 литр при крекинге нефти, при получении бензина. А вот эти технологии, которые сегодня были представлены, они похожи существенно менее энергоемкие. Ну, интересно такую оценку сделать, и тогда у них открываются перспективы. Фотоэлектрические преобразователи, прекрасные преобразователи, пассивную энергию Солнца преобразуют в электричество, но для того, чтобы получить это электричество, нам надо вырастить кристаллы по методу Чехральского или по другим энергоемким методам, израсходовав электрическую энергию, и израсходовать много других химических компонентов и так далее, которые с позиции эксергии имеют высокую ценность. И в этом направлении возникают некоторые такие проблемы, которые даже с позиции экономики и не увидишь. Но в то же время они решаются. Вот как сейчас появились светодиодные лампы, которые казались раньше тоже крайне энергоемкими, их изготовление, они уже эксергетически стали состоятельными. По теме сегодняшнего, климат Ямала. Значит, Ямал – это территория с достаточно суровым климатом, с достаточно суровым климатом, но интересна эта территория и с позиции природных ресурсов, и с позиции климатических, особенно ветровой обеспеченности. Вот в одном из первых докладов Николай Борисович, по-моему, сказал, что правительство Российской Федерации начинает смотреть в сторону возобновляемых источников энергии. Вот на этом слайде вы видите свежее постановление правительства Российской Федерации, которое уже конкретные экономические меры, преференции разработало, разработало, и они будут применяться в ближайшее время для ряда возобновляемых источников энергии. Но, к сожалению, сюда попали не все возобновляемые источники энергии. Вот в это постановление правительства в основном – солнце, гидро- и ветроэнергетика с мощностями выше 5 мегаватт. То есть вот малая энергетика, микроэнергетика, она под это постановление о государственной поддержке не попала. Видимо, это следующий шаг. Но вот ямальский проект, он под это постановление в полном объеме попадает. Это уже очень хорошо, это есть механизм его поддержки для… Вот те данные по ископаемым топливам, которые вы сегодня уже в нескольких докладах видели, но хочу сказать, что они совпадают с тем, что предыдущие авторы сказали. Вот это интересный график, показывающий, что органические топлива дорожают и дорожают, и дорожают. Есть колебания, но тенденция только одна – и ядерное топливо тоже дорожает. Примерно в том же темпе, что и газовое топливо. Спрос определяет цену. Значит, здесь показаны масштабы развития ветроэнергетики. По ряду стран подобный слайд вы видели, мы подробнее его посмотрим на секции. Значит, на этом слайде показаны темпы развития ветроэнергетики в мире. Ну, тоже понятно, что она развивается, развивается быстро. Вот те 36%, о которых говорили, это реальный вклад в ветроэнергетики, в развитие энергетического комплекса мира. По России все хуже. Вот видите, у нас какие темпы. 2% только в течение десятилетий будет вклад в возобновляемые энергетики, включая малую гидроэнергетику. То есть темпы развития возобновляемой энергетики в России, они существенно ниже, ну, можно сказать, в десятки раз ниже, если не в сотни, по сравнению с мировыми темпами. О чем это говорит? Вот если так вот обобщить в нескольких словах, то о чем говорили предыдущие коллеги, это говорит о том, что будем покупать технологии за рубежом. Значит, если создадут ветроустановки мощностью 10 мегаватт, нам уже их не догнать. Вот как эти экраны, как эти проекторы будем покупать за рубежом. Хорошо, если не в Китае, а скорее всего, что где-нибудь в Китае, в Индии. Значит, чтобы этого не было, вот такие проекты и надо реализовывать. Вот эта карта ветров. Вы видите полуостров Ямал, вот он вверху показан. Здесь, значит, у него ветровая обеспеченность присутствует. Красным цветом показаны зоны, где в Российской Федерации имеются благоприятные ветровые условия, которые позволяют говорить о возможности энергетического использования ветра. Ну, в мире принято, что критерием для использования энергетических установок значительной мощности является скорость ветра не меньше 6 метров в секунду, среднегодовая. Почему среднегодовая, я чуть позднее скажу, на секции подробнее. Вот это данные разных источников по ветру на Ямале. Значит, национальный кадастр ветра. Вот эта вот книга, это толстая книга, большой объем, выполненная фирмой Атомграф, которая показывает, где, в том числе на полуострове Ямал, имеются зоны с высокой ветровой обеспеченностью. Вот это атлас ветров России, данные Минэнерго России совместно с американцами. Значит, здесь примерно на 2 балла или там на 2 метра в секунду ниже скорости ветра указаны. Оба источника являются официальными. Далее, вот на этом слайде показаны зоны красными точками, красными точками, которые по всем международным критериям являются благоприятными для размещения ветроэнергетических установок. Это согласованная позиция вот и Минэнерго, и международных организаций. Вы видите, полуостров Ямал, и не только Ямал, и Анадырь, и другие зоны попадают в зону благоприятной ветровой обеспеченности. Но следует сказать, что вот такие оптимистичные прогнозы, они позволяют найти в первом приближении благоприятные места для размещения ветроэлектростанции. Вот видите, показаны здесь ветроэлектростанции. На базе исследований, проведенных Минэнерго, другими организациями, определены их мощности. Но для того, чтобы реально размещать ветроэнергетический объект, мало знать интегральную картину по региону и в целом по территории, скажем, всего полуострова Ямал, надо иметь вот такое вот детальное районирование. Почему? Потому что ветер чувствителен к высоте, чувствителен к рельефу, к тому в открытой или закрытой местности размещена ветроэнергетическая установка в зоне побережья, ветер выше, значит, чуть в сторону, даже на полуострове Ямал, вроде бы окруженная водными акваториями территория, а все равно в центре ветер уже менее благоприятный. И вот нужно выбрать вот такие места, где имеется наибольшая с точки зрения энергетики ветрообеспеченность, и именно эти места использовать для размещения ветроэлектростанции. О чем это говорит? Это говорит о том, что надо вот такую же детальную проработку сделать для Ямала, как та, которая на этих слайдах показана, а эта проработка для Мурманска, для Кольского полуострова. То есть они уже эту работу сделали. Значит, нам для Ямала еще, видимо, ее предстоит делать, дополнять, значит, для того, чтобы не ошибиться. Исследование характеристик ветра проводится на основании российских нормативных документов, которые соответствуют международным нормативным документам такого же рода. Ну, следует сказать, что теоретический потенциал энергии ветра, это уже в предыдущих докладах отмечалось, весьма значительен. Если вы посмотрите вот на эту верхнюю цифру, вот она, половой потенциал, то увидите, что это весьма большая величина. Технический потенциал 2 миллиарда тонн условного топлива в год. Что это такое? Это два масштаба потребления энергии в России. То есть чуть больше миллиарда тонн условного топлива мы потребляем в год, а Советский Союз как раз 2 миллиарда потреблял, а в России сейчас в два раза меньше. Ну, там примерно, чуть побольше. То есть экономический потенциал, понятно, что он определяется на границе конкуренции с другими источниками, он маленький, но он будет расти. Вот эта разница между техническим возможным к реализации и экономическим, экономически целесообразным, она будет сокращаться. Вот этот двадцатикратный разрыв, он будет со временем уменьшаться, и уменьшаться довольно быстро. Вот здесь, на этом графике, показано годовое изменение скорости ветра в Екатеринбурге, в городе Екатеринбург. Обратите внимание на ось ординат. Вот значение порядка 3 метров в секунду. И колебания там по месяцам, весной побольше, значит, летом осенью поменьше. А вот теперь ветер Ямала. Вот это населенные пункты Ямала, это данные Государственного гидрометеорологического центра Санкт-Петербургского. Они выполняли детальные исследования энергетических характеристик ветра по всем населенным пунктам полуострова Ямал. Выпущен отчет соответствующий. Но они не искали, где есть ветер. Они брали данные метеостанции стационарных, которые были, и их анализировали. Что они получили? Смотрим на ось ординат. Мы видим, что почти в два раза выше, чем в Екатеринбурге. Средние показатели скорости ветра. Это уже неплохой показатель, неплохая характеристика. Это не север Ямала? Это не север Ямала, да? Это все населенные пункты Ямала. А вот это места, благоприятные для размещения ветроустановок, тоже на Ямале. Там указано внизу название этих населенных пунктов. А это масштабы коэффициента использования установленной мощности современной ветроэнергетической установки. Что такое современная ветроэнергетическая установка, чуть позднее я скажу. Но так опережая, скажу, что это скорость ветра номинальная не менее 9 метров в секунду. Вот если такая установка ставится, то у нее будут вот такие значения киумов. Теперь, если мы будем поднимать установку вверх, эффекты будут проявляться. Это данные для разных населенных пунктов России, но примерно до 100 метров. То есть выше 100 метров эффект уже будет незначителен. То есть мы вышли из подслоя, вот этого ламинарного подслоя атмосферного, и дальше уже можно еще выше пойти. Там ветра другие, там уже глобальные ветровые системы, там уже эта модель работать не будет. Здесь показана интересная характеристика. Вот мы все говорим о среднегодовых скоростях ветра. Это самая доступная характеристика. Но мощность ветрового потока пропорциональна кубу скорости ветра. Кубу в третьей степени. Что это значит? Это значит, кратковременное увеличение скорости ветра приводит к резкому увеличению производства энергии. То есть нелинейная зависимость от скорости. Поэтому, если вот такой анализ сделать по эквивалентной энергии, что мы видим? Вот эта среднегодовая скорость ветра, вот наш Екатеринбург, 3 метра в секунду. А энергетическая скорость ветра будет 5 метров в секунду. Значит, если для Ямала примерно 7 метров в секунду, мы можем уверенно говорить о том, что от 9 до 10 метров в секунду мы имеем эквивалентную для ветроэнергетики скорость ветра. Значит, это изменение по месяцам на высоте 10 метров, сезонный характер. Это изменение скоростей ветра по продолжительности, плотность распределения для разных месяцев года и средней погоды. Ну, мы видим, что как бы максимумы везде находятся в диапазоне примерно от 3 до 10 метров от диапазона. Есть более точные данные по распределению. Значит, это сезонные изменения скоростей ветра по суткам, суточным циклам подвержены изменения ветра. Значит, что это значит? Солнышко начинает нагревать, температура атмосферы повышается, грунт еще холодный, движение воздуха. То же самое вечером в другую сторону. Поэтому вот эти суточные колебания, они имеют место и на берегу, и на суше, и так далее. Годовые колебания связаны с изменением положения планеты относительно Солнца, разными темпами прихода энергии, значит, и тоже возникновением конвективных потоков. Весна, осень, более высокие скорости ветра, лето, зима более низкие. В целом, это говорит о том, что ветер по своему физическому смыслу, по природе своего возникновения, есть субстанция непостоянная. И каким бы благоприятным он ни был, он будет то больше, он будет то меньше и так далее. И это надо учитывать. При энергетическом производстве, когда у нас задана нагрузка, определенная нагрузка, вот эти вот колебания нужно чем-то компенсировать. Чем их компенсировать? Их скомпенсировать при помощи химических методов, достаточно, ну, электрохимические аккумуляторы, имею в виду, достаточно трудно. При больших масштабах энергетического производства, значит, реально это либо страхующий источник на органическом топливе, либо, что я считаю правильным, ядерный энергоисточник, который работает в режиме компенсации выпадающих приходов энергии от сезонных и суточных колебаний. Несколько слов по конструкциям. Конструкций много. Вот здесь приведена диаграмма, заканчиваю уже, приближаюсь к концу, значит, диаграмма коэффициента эффективности ветроустановок в зависимости от их конструкции, которая характеризуется коэффициентом быстроходности. Вот он, коэффициент быстроходности. Теоретический предел эффективности КПД, предел Жуковского или предел БЭЦа его называют, примерно 0,6-0,593. Все современные ветроэнергетические установки только приближаются к этому пределу, превысить его не могут. О чем это говорит? Это говорит о том, что всю энергию ветра забрать нельзя. Часть энергии, кинетической энергии потока пройдет через ветропреобразователь, и дальше вот эта вот часть энергии, она как бы останется неиспользованной в данном ветропреобразователе. Можно ставить один за другими, но тут качество энергии будет понижаться, эффективность будет снижаться при каждой последующей ступени преобразования. Вот это данные лучших зарубежных ветроэнергетических установок с точки зрения эффективности использования ветра. Вы видите, что коэффициент использования ветра, он в принципе почти до предельного, не до 0,6, но 0,5 уже значения получаются. Причем максимальное значение при скоростях ветра от 6 до 10 примерно метров в секунду. Дальше эффективность падает. Это данные выпускаемых серийным установок малой и средней мощности, это данные установок большой мощности серийно выпускаемой крупными производителями. Вот это интересная характеристика для установок, выпускаемых крупными производителями, достигаемые коэффициенты использования установленной мощности в зависимости от скорости ветра. Видите, чем больше скорость ветра в этом диапазоне, тем выше киумы. Первые ветра установки и установки малой мощности стоили дорого. Речь шла о тысячах долларов на киловатт установленной мощности. Вот достигнутый уровень сейчас, до чего дошли, это чуть больше тысячи долларов за киловатт установленной мощности. Ну, на уровне тысячи евро примерно на киловатт установленной мощности. Но есть особенности. Американцы провели анализ крупных ветроэнергетических проектов, выполненных в последние годы, и смотрите, что они увидели. С 1997 по 2012 годы произошло снижение до 800 долларов за киловатт, а потом стоимость пошла вверх. Стоимость пошла вверх из-за усложнения установок, из-за предъявления дополнительных требований к безопасности, системы автоматического управления и так далее. И вот сейчас реально уровень достигнутых цен вот такой вот стрелочкой показано. Это для секции по экономике, может быть, эти данные могут быть полезны. Это лаборатория Беркли, такой анализ выполнила. Вот здесь показана структура затрат на сооружении ветроэнергетической установки. Главное, сама установка этого гондола в верхней части лопастной аппарат. Выводы. Для реализации данного проекта, вот того проекта, который мы сегодня обсуждаем, диметиловая ветроэнергетика, первое, нужно выполнить дополнительное детальное изучение ветроэнергетического потенциала с территории с целью выявления мест наиболее благоприятной ветровой обеспеченностью. Второе. Разместить в предполагаемых местах опытные ветроэнергетические установки малой мощности для определения реальных, истинных приходов энергии от ветра в данных местах, выбранных точках. Третье. Разработать системы диспетчеризации, выдачи мощности, обслуживания и ремонта. Вот этот третий пункт, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле является ключевым. 90% ветроустановок, сооруженных на территории России, не работают из-за третьего пункта, они никому не нужны. Никто не хочет с ними возиться, заниматься, частник не в состоянии, значит, сервисным компаниям невыгодно. И четвертое. Оценить истинную стоимость производства энергии. Вот есть такой показатель себестоимости производства электрической энергии. Для ветроэнергетических установок он на сегодня колеблется в чрезвычайно широких пределах. В чрезвычайно широких пределах. И в каждом конкретном случае эту величину надо определить. Надо определить. Но чаще всего, сравнивая ветроэнергетику с заменяющим ее дизельным топливом, получают положительный эффект. При комбинированном использовании получают положительный эффект экономический. Но это надо доказывать. Это от многих факторов зависит. Ну и заканчивая свое выступление, хочу сказать, что ветер здесь, в этом проекте, появился не просто так. Ведь можно же сам газ использовать для процедур реформинга, для процедур переработки. Зачем еще городить ветроэнергетическую систему? Значит, для того, чтобы сэкономить газ, для того, чтобы вот те вот мегаджоули, которые на процессы переработки расходуются, не расходовать, а взять их от природы. Но вопрос непростой, потому что ветроэнергетические установки тоже требуют энергии, требуют денег. И чтобы найти правильное соотношение этих составляющих, нужно выполнить обосновывающие исследования, чтобы не попасть в такую ситуацию, в какую попали наши башкирские коллеги на ветроэлектростанции Тюмпильды. Знаете, да, в этой ветроэлектростанции? Это агрегаты по 500 с лишним киловатт датского производства, которые практически ничего не производят. Ничего не производят. Значит, неправильно выбранное место. Надо их переставить на Ямал, у меня предложение. Как опытные ваши предложения? С Тюмпильдов снять и на Ямал переставить? Нет, это невозможно. Это сделать невозможно, потому что датская фирма, которая их поставляла, уже исчезла. Поэтому башкиры не могут сейчас. Надо свои установки ставить. Спасибо большое за выступление. Спасибо всем выступающим, всем гостям нашего экспертного клуба. Мы практически исчерпали всю и повестку, и перебрали немножко лимит времени. Я прошу обратить внимание, что для экспертов, желающих продолжить дискуссию в специальном дискуссионном такте, нам надо будет перейти в investment lounge, который указан здесь на схеме, в первом павильоне. Первом, правильно сказал, да? И заключительная дискуссия. Сейчас будет час перерыв, время посмотреть выставку, пообедать. Потом будет снова еще полтора часа перерыв, и в четыре часа мы встречаемся, те, кто выживет, на заключительную дискуссию в зале номер четыре. В зале номер четыре. Спасибо всем. Если у нас есть возможность, какого-то времени еще здесь, Сергей Федорович, нет? Все, тогда времени нам, говорит, уже нету. Спасибо всем. Через час встречаемся. Эксперты в investment lounge. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok